Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами новым рецептом. Слоеные лепешки. Для слоеных лепешек понадобится пшеничная мука, сливочное и растительное масло, дрожжи, соли и вода. Секрет приготовления заключается в правильном скручивании теста. После того, как вы смешали все ингредиенты, нужно дать тесту отдохнуть и подняться. Потом раскатайте его так тонко, как сможете. Смажьте поверхность теста растопленным сливочным маслом и сверните в рулет. Этот рулет нужно разрезать на несколько частей, скрутить каждую улиткой и снова раскатать. Выбирайте натуральное сливочное масло без заменителей молочных жиров. Приготовление. Просейте муку. Нагрейте воду до 40 градусов Цельсия, то есть чуть выше температуры тела. Шаг 1. Разведите дрожжи в теплой воде и оставьте на одну минуту. В глубокой миске смешайте муку и соль, добавьте воду с дрожжами. Замесите сначала венчиком, потом руками однородное мягкое тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. В качестве теплого места может выступать духовка, разогретая до 50 градусов Цельсия. Шаг 2. Растопите сливочное масло и немного остудите его. Раскатайте тесто как можно тоньше. Смажьте пласт теста сливочным маслом при помощи силиконовой кисточки. Скрутите тесто в плотный рулет. Присыпьте рабочую поверхность мукой, чтобы тесто не прилипало к столу. Скалку также нужно обсыпать мукой. Очень удобно раскатывать тесто на силиконовом коврике. Кроме сливочного масла добавьте в начинку жареный лук, зелень, сыр, бекон, паприку или другие добавки по вкусу. Шаг 3. Разрежьте рулет пополам вдоль и пополам поперек. У вас получится 4 полоски теста. Скрутите каждую полоску в улитку. Защипните край каждой улитки, чтобы он плотно держался. Сделайте больше или меньше лепешек, разрезав тесто на меньшее или большее количество частей. Шаг 4. Каждую улитку снова раскатайте в лепешку толщиной около 0-5 сантиметров. В центре каждой лепешки сделайте небольшое отверстие. Накройте лепешки полотенцем и оставьте на 15 минут. Шаг 5. Разогрейте в сковороде растительное масло. Обжарьте лепешки на среднем огне до образования золотистой корочки, примерно по 4-5 минут, с каждой стороны. Положите в масло зубчик чеснока или веточку розмарина, чтобы ароматизировать его. Подливайте растительное масло по мере необходимости. Готовые лепешки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте лепешки со сметаной и чаем. Приятного аппетита!